Кодовый замок, как у тебя на домофоне. Размером эта машина просто поражает. Собрать отдельную лавку. Вот это становится для вас рулем. Ничего из этого в России не работает. Имея в кармане 12 миллионов рублей, вы можете попытаться внести залог за Александра Кокорина и все потерять. Или потратить их вот на это. Наша передача только про самые дорогие машины, которые вы можете купить в России. И это Линкольн Навигатор 2018 года. Он стоит 12 миллионов рублей. С компанией Линкольн в России знакомы очень плохо, потому что их модели никогда, по сути, официально в России не продавались. Единственный Линкольн, который здесь знают более-менее нормально, это ужасная модель Таункар, который чаще всего попадается на глаза в виде стремного свадебного лимузина. Хуже которого может быть только стремная свадьба. Имеет смысл сказать, что вот уже почти 100 лет Линкольн принадлежит компании Ford. Это как люксовая модель Ford. Ну, как Lexus у Toyota или как Infiniti у Nissan. Не стал исключением и Навигатор 2018 года. Он построен на платформе Ford Expedition. Вот так она выглядит. Посмотрите, как он встречает хозяина. Загорается центральный логотип, и в улыбке расплываются ходовые огни на фарах. Я могу намеренно запереть ключи внутри машины, и мне даже не придется бить стекло, потому что здесь есть кодовый замок, как у тебя на домофоне. Плохая новость для тех, кто плохо запоминает цифры. Еще мне очень интересно, как эта штука будет работать русской зимой. Сдается мне, в некоторых случаях мне все-таки придется идти за вторым ключом, ну или разбивать стекло. Уже три года, как Линкольн отказался от огромных V8, сейчас здесь под капотом фордовский V6 битурбо, объемом 3,5 литра, 456 лошадей, 680 ньютон-метров крутящего момента. Причем в паре с этим мотором работает 10-ступенчатый автомат, совместная разработка Ford и General Motors. Базовый привод у этой машины задний, но вообще в данном случае это полноприводная машина с подключаемым передним приводом. Организация пространства сильно отличается от фордовского. Общего здесь только геометрия, все остальное свое. Линкольновская. Здесь вместо традиционной панели приборов панель виртуальная с неплохой графикой, землей и галактикой. Приборы расцветают в тот момент, когда мимо соответствующего значения проходит стрелка. До тех пор они находятся в таком немножко тонированном виде, а когда стрелка приближается к той или иной скорости, соответственно, эта скорость становится ярче. Еще здесь есть проекционный дисплей. Машина умеет раздавать Wi-Fi, а по количеству розеток чувствуется, что создавалась она для большой семьи. Одних только USB разъемов здесь 6 штук. 4 12-вольтовых розетки и одна розетка на 110 вольт. Это американское напряжение. Кнопки коробки передач находятся вот здесь. Не уверен, что это очень удобно, потому что иногда в порыве страстей вам хочется, чтобы рука точно понимала, на что она нажимает. Здесь может возникнуть с этим путаница, но, опять же, дело привычки. Под передней консолью вот здесь есть полка, куда можно упрятать целый рюкзак. То есть, по организации пространства, опять же, эта машина дико практичная. Здесь какое-то сумасшедшее количество всяких подстаканников. И по центру находится гигантский бокс, у которого две ручки, чтобы и пассажир, и водитель мог его открыть. Здесь, опять же, установлены всякие полочки. И туда я могу поместить руку по локоть. Это просто огромное пространство. Кстати, если вы хотите купить себе новую тачку, позвольте коротко познакомить вас с нашим сегодняшним спонсором. Это агрегатор по новым автомобилям автоспот.ру. На сайте автоспота собраны все предложения по новым автомобилям в наличии. И только от официальных дилеров. Причем автоспот постоянно расширяется. Помимо Москвы и Питера у них огромная сетка городов и более 400 официальных дилеров. Они уберегут вас от разводил, непонятных продавцов и серых автосалонов. Что приятнее всего, вся клиентская помощь бесплатна. Заходи на сайт, выбирай марку, модель, делай запрос. На автоспот.ру можно увидеть настоящие цены на новые машины в наличии. Причем уже со скидками и спецпредложениями. Пользуйтесь проверенными компаниями и не дайте себя обмануть. Автоспот.ру. Все ссылочки в описании. Здесь нарисованы две пиктограммы с открытыми задними дверями. Маленькая задняя дверь. Под этой пиктограммой находится кнопка открывания верхней секции задней двери. А под пиктограммой правой находится клавиша открывания основной задней двери. Здесь слева находятся два ряда кнопок для складывания второго и третьего рядов кресел. Причем не только складываний, но и раскладываний. А из этих полок можно собрать отдельную лавку, которая, в частности, может выполнять функцию столика для пикника. Но самая крутизна, конечно, в салоне. На третьем ряду сидений удобно, но не более того. Там, конечно, классно, но хочется перебраться поближе к водителю. А вот здесь, на втором ряду, просто чувствуешь себя королем. Здесь у вас отдельная стереосистема со своим экраном. Здесь у вас отдельная климатическая установка, пульт управления шторкой для люка и четыре подстаканника. И вообще все, что можно придумать, в том числе обогрев кресел. Что еще прикольно, я сейчас сижу в самом близком положении к водительскому креслу, и мои колени даже не начали упираться в это кресло. Но если я откинусь, а регулировка здесь, к сожалению, механическая, такая, как на всех машинах, получится просто гигантское расстояние для ног. Ну и на самом деле за мной тоже можно усесться вполне комфортно. То есть размером эта машина просто поражает. Длина этой машины 5,6 метров почти столько же, сколько у ее главного конкурента Cadillac Escalade ESV. И конкуренцию Cadillac эта машина проигрывает в чистую. Причем не только в мире, поскольку продается эта машина официально только в двух странах, в Америке и в Китае. Но и в самих штатах эта машина тоже продается в разы меньше. А что бы выбрал ты? Удлиненный Cadillac Escalade или эксклюзивный Lincoln Navigator L? Голосуй в комментах, давай устроим батл и через неделю подведем итоги. Масса машины больше двух с половиной тонн, несмотря на то, что огромная часть кузова сделана из алюминия. Но, впрочем, это не спасет машину, с чего и быть легкой, если она построена на раме. Причем на раме самого продающегося в Америке пикапа Ford F-150. Кстати, если ты хочешь увидеть наш рассказ о машине больше этой, переходи по подсказке и наслаждайся нашим видео про International NXT. Это огромный пикап. А чтобы не пропустить наши выпуски, просто подпишись на канал и поставь колокольчик. История в том, что среди всех электронных новшеств здесь столько американизмов, что, в общем-то, никому, кроме американцев, пожалуй, такие функции в голову не придут. Ну, например, система трейлер-бэкап помогает вам припарковаться с огромным трейлером, с огромным прицепом позади вас. Вы ее включаете и дальше вам остается только управлять вот этим рулем. Вот это становится для вас рулем. И тормозом и газом увеличивать, уменьшать скорость. И еще. Здесь в навигации есть такая функция, которая называется хлебные крошки. И несмотря на то, что термин хлебные крошки изобрели братья Гримм, то есть немцы в своей сказке «Гензель и Гретель». Пожалуйста, не плачь, Гретель. Мы как-нибудь отыщем дорогу домой. Используется он не немцами совершенно этот принцип, а американцами. Причем для навигации в автомобилях. И позволяет он сделать следующее. Вы отмечаете точки, по которым вы проехали, для того, чтобы вернуться назад по этим же точкам. Я не представляю, в какой ситуации это может потребоваться. Ну, возможно, только если вы в незнакомом городе. Но, мать вашу, это можно сделать только если вы не знаете, где вы находитесь. А как вы можете не знать, где вы находитесь, если у вас есть, мать ваша, навигация. Если вы знаете, в какой ситуации эту функцию можно использовать, напишите в комментах. Просто любопытно узнать вашу точку зрения. Еще здесь есть управление педальным узлом. Вы можете приблизить и отдалить от себя целый педальный узел. То есть регулируется не только педаль тормоза, но и педаль газа. Целиком весь узел приближается и отдаляется от вас. Ну и, конечно, обращая, относя внимание, передние кресла, которые состоят из двух частей. Ломающаяся, так называемая, спинка, регулировка кресел в 30 и более направлениях. Это просто с ума сводит. Вы можете отрегулировать под себя длину левой части подушки, длину правой части подушки. Вы можете относительно друг друга наклонить разные части спинки. И даже подголовник здесь двигается с помощью нажатия на клавишу вперед-назад и вверх-вниз. Кстати, этот блок управления креслами очень сильно мне что-то напоминает. Никак не могу понять, что. Эта версия называется Black Label. Это самая дорогая версия Линкольна-навигатора. К тому же она удлиненная. Это модель L. Эта комплектация салона называется Chalet. Это пакет комплектации, который предусматривает вот эту вот цветовую комбинацию, прострочку салона и так далее. Но, как я уже сказал, Black Label включает в себя еще и консьерж-сервисы, пропуски в рестораны. Ничего из этого в России не работает. И это мне напоминает ситуацию с первыми айфонами, которые все таскали из Америки в залоченном виде, а в России разлочивали. Работали они криво, но другой возможности купить этот телефон у нас просто тогда не было. Забавная ситуация. Некоторые функции этой машины не работают в России, при этом ее цена вдвое выше, чем в Штатах, за счет того, что она здесь была растаможена, и за счет того, что они заплатили за доставку этой машины. Но другой возможности доставить сюда навигатор просто нет. Вот и думайте сами, стоит ли он 12 миллионов рублей. Решать, конечно, только вам. Кстати, продается эта машина в автосалоне Royal Motors, и помимо нее вы найдете здесь огромное количество невероятного эксклюзива. Переходите по ссылкам в описании и убедитесь в этом сами. А нам остается только оживить этого монстра и послушать, как он звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok